Приветствую, друзья! Сегодня мы снимаем очередную серию рецептов для Федерации экспортеров американского мяса. Мясо, которое отличается вкусом, отличается своей текстурой, отличается своей структурой, отличается качеством. Почему оно так отличается? Да потому что есть строгие требования к стандартизации. Три характеристики, которые очень четко контролируются соответствующими органами. Значит, это цветность мяса, вот она, вот видите, это идеальная его цветность. Это текстура мяса, оно должно быть достаточно плотное, но не должно быть таким вот резиновым пружинищем. И это так называемый выпад, выпад. Это содержимое влаги в мясе, то есть если мы нажимаем на мясо, с него не должна вытекать вода. Вот это вот идеальное просто по строению мяса. И сегодня мы будем готовить ребра в нашей бочке барбекю-гриль. Будем готовить их сегодня в подвешенном состоянии, не так, как готовили когда-то. Сегодня будет очень интересный рецепт. Вот, и по этому случаю сотрудники фирмы Алекс Текстиль пошили мне этот замечательный китель. Он шит золотыми руками сотрудников фирмы Алекс Текстиль. И я знаю, что та одежда для поваров, которую делают на предприятии Алекс Текстиль, она вдохновляет людей. Она вдохновляет их на новые шедевры, на новую деятельность. Ребята находятся в Харькове, компания находится в Харькове, но работает по всей Украине. Этот китель был сшит для меня без снятия замеров. В телефонном режиме замерил себе необходимые параметры, антропометрические данные, передал. Через несколько дней я получил этот замечательный просто китель, который дышит, который свободно сидит, который предназначен для вдохновения. Итак, продолжаем. К вопросам стандартизации. Ребра всегда везде у нас одинаковой величины, одинаковой ширины. Одинакового веса. Беря любую упаковку ребер, мы просто уверены в том, что они прямо как близнецы. Это не клонирование, как говорят многие. Это просто жесткие стандарты в производстве мяса. Это выращивание скота только определенный, четко ограниченный срок. Это выкорм определенными строго регламентированными кормами. Это строго регламентированный забой скота и строго регламентированная разделка туши уже. Что же, приступим. Для того, чтобы нам начать готовить, мы разрежем наши ребрышки пополам. Я говорю, мы будем их готовить в подвешенном состоянии. И самое важное, что нам надо теперь сделать, это снять внутреннюю мембрану. Мы не будем сегодня использовать никакой особый маринад для этих ребер. Мембрана снимается не только в случае при работе с маринадом. Мембрана снимается для того, чтобы все специи, все те ингредиенты, которые мы будем добавлять в дальнейшем, просто полностью проникали в ребрышки со всех сторон. Вот так вот просто берем бумажным полотенцем и срываем эту мембрану. Поскольку ребра мы сегодня делаем в подвешенном состоянии, мы их не будем ничем мариновать. У нас вот такой вот сухой маринад. Здесь соль, перец, коричневый сахар. Мы просто вот так их смазали. И отдельно я вам сейчас покажу. Мы приготовим смесь, которую будем распылять из пульверизатора на наши ребра. Для того, чтобы в подвешенном состоянии они у нас не пересыхали. Обычно ребра готовят в фольге. Но также существует рецепт приготовления их в подвешенном состоянии. Далее мы просто, используя крюк, цепляем и отправляем в нашу бочку. К нам на помощь пришел наш MyCook, кухонный робот, для того, чтобы приготовить смесь для напыления на ребра. Наши ребра уже замечательно себя чувствуют в бочке. Сюда мы добавили смесь оливкового масла и соевого соуса, приблизительно по 5 столовых ложек каждого. Сюда мы добавляем 3 столовые ложки тростникового сахара. Добавляем сок одного лимона. Все это дело мы взбиваем на режиме турбо. У нас получилась вот такая вот замечательная смесь. Куда мы сейчас добавим наш крепкий яблочный сидор. Уже на небольшой скорости, поскольку там газы там вот. Смешаем эту жидкость, процедим ее, поместим в полилизатор и будем забрызгивать наши ребра, пока они готовятся. Ребра у нас дозревают в нашей бочке, а мы давайте-ка быстренько сейчас вариации на тему песто сделаем. Возьмем так чесночка. У нас нету орехов, поэтому я и говорю, что вариации на тему песто. Мы добавим сюда пармезанчика, немножечко так от души, чтобы было весело и хорошо. Мы не будем его тереть, наш майкук он справится со всеми трудностями перетирания пармезановых полуголовок, даже четвертинок головок. Поэтому это не вино, это у нас вкусное оливковое масло, которое мы отожмем, не стесняясь сюда вот. Мы добавим немножко винного уксуса, совсем чуть-чуть. Это же вариации на тему, это же не настоящее песто, поэтому мы можем себе позволить фантазировать. Так, мы загружаем прямо сюда вот так вот, не стесняясь. Нажали кнопочку тут. Потурбировали 10 секунд, смотрим, что у нас получилось. Все замечательно у нас получается. Добавляем еще остатки базилика. Добавляем нашего душевного масла, как мы там сказали, его первого отжима, а не первого, второго, третьего. Правильного времени года отжима. Просто замечательный такой у нас вариация на тему. Песто получилось. Песто получилось. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова